Всем привет, я Дэн, и мы снова трейдим дома. Ну что ж, давайте сегодня начнем выпуск по классике с ситуации на рынке и конкретно самого биткоина. Я пока что не спешу куда-то входить, потому что он находится в диапазоне от 6 до 7 тысяч все еще. Но знаете, если он преодолеет высоту в 6800, вот смотрите, две вершинки последние находятся на этом уровне, ну до 6830. То есть если мы дойдем где-то до 6900, то у нас нарисуется здесь вполне себе реальный восходящий тренд. И как любой уважающий себя хомяк, я конечно же должен на этом моменте помечтать. Для этого зайдем на TradingView. В прошлый раз я вам уже показывал такой ресурс. И смотрите, что здесь у нас происходит. Я нарисовал здесь линию сопротивления для биткоина, и она нам показывает, что для локального, по крайней мере, роста сейчас у нас есть уровень в 7900. Как для локального тренда, и учитывая сколько уже стагнирует биткоин, даже 7900, я думаю, порадует очень многих. Этот рост, конечно, не глобальный, но учитывая ситуацию на рынке, сойдет и такой. Далее, опять же, по классике, давайте перейду на комментарии, посмотрим, что у нас здесь. В прошлый раз я задавал вопрос, покупать ли Binance Coin. Так как очень заманчивое предложение по сжиганию монет. Большинство уверено, что покупать нужно, но есть такие, которые рекомендуют не спешить с этим вопросом. Я решил прислушаться к их мнению и немножко подождать, пока еще не входил. Но давайте посмотрим, что у нас по Binance Coin на сегодняшний день. Смотрите, чего я жду. Я жду, что либо он опустится до скользящей вот желтой, которая 120-я, либо же до уровня 140 тысяч сатоши. Ну, скорее всего, я поставлю ордера и там, и там на покупку на равные части. Так что смотрите, если вам нравится такое решение, можете взять его себе на вооружение. Если же нет, пишите в комментариях, что не так, предлагайте свои идеи. Поехали дальше. А теперь я хочу вам рассказать о стратегиях, которые я уже успел попробовать. В основном это такие любительские хомячьи стратегии, но результаты в любом случае есть, положительные или отрицательные. Сейчас посмотрим. Переходим на Binance. Открываю вкладку торги, торговая история и за все время. Первой моей покупкой была монета Cardano. Я бы назвал эту стратегию симпатичная монета. Я ее купил просто потому, что мне нравится проект. И исходя из того, что происходит сейчас с Cardano, могу сказать, что такая стратегия вряд ли подходит для трейдинга, для трейдинга на короткие и средние дистанции. Это скорее всего инвестирование, когда вы верите в проект, когда вам нравится команда, когда вам нравится идея этого проекта. Поэтому стратегия симпатичная монетка не работает. Следующая монета была куплена Nano. Я покупал ее на дне. Стратегию назовем погружение. Монетку Nano я отбирал со дна следующим образом. Перешел на BTC Market, отсортировал монеты по самой большой просадке и выбрал ее из тех, у которых был, скажем, объем выше среднего, объем торгов суточных. Зачем объем торгов? Ну, потому что, чем он выше, тем, по моему мнению, сложнее ее задампить. На сегодняшний день это одна из самых плюсовых стратегий, которые у меня были. И поэтому я готов протестировать ее еще раз, потому что одного точно недостаточно. И вот смотрите, что у нас есть. Есть монетка Dent, которую можно взять и она на дне, и цена у нее очень-очень низкая. Предлагаю вам на рассмотрение. Есть монетка BQX, но я бы не сказал, что она находится на дне. И брать ее несколько опаснее, чем предыдущую. Ну и вот давайте рассмотрим монетку NAS, которая точно так же, как и Dent, находится на дне. Давайте вот с вами вместе подумаем, какую из этих двух можно было бы взять на недельку и получить с нее профит. Например, Nano дала профит около 16% всего лишь за сутки. И это очень-очень-очень хорошо. Далее, какие были еще у нас стратегии? Я покупал монету ZEC, Zcash. Стратегия называется помощь зала. Просто выбрал из комментариев, которые вы оставляете под видео. Один из наших подписчиков просто посоветовал купить эту монету. Я ее просто купил. Профита от нее пока что нет. И она также стала у меня уже среднесрочной инвестицией. Но подождем. Я думаю, ZEC поднимется вместе с рынком, лишь бы биткоин нас не подвел. Следующая стратегия, опробованная мной за эти два месяца моей торговли, была монетка Tron. Tron я взял, основываясь на новостном фоне. Собственно, так и назову стратегию. Новостной фон. Брал я ее в преддверии хороших событий, очень мощных. Запуск собственного майонета, запуск фьючерсных контрактов на Tron. Но либо это было слишком очевидно, либо же просто Tron поддался влиянию рынка и вместе с биткоином упал на свое дно. На самом деле, я продолжаю верить в Tron и Tron я усреднялся. Дальше, что у нас было? Монетка NPXS. NPXS я покупал потому, что она была только лишь тогда добавлена на Binance и опять же у нее была очень низкая цена. Назовем эту стратегию свежая кровь. Профита эта монета не дала, но за счет усреднения, в принципе, она находится сейчас в неплохой позиции. А теперь давайте я вам расскажу, что же такое все-таки усреднение. Вот мы видим монетку Tron, которую я покупал. Покупал я ее два раза тремя ордерами. Вот мы видим первый раз и вот впоследствии был куплен второй. Что же такое усреднение? Первый раз я покупал по 700 сатоши, полторы тысячи монет, потом по 684. Ну, средняя будет где-то 690 там с копейками сатоши. И третий раз я докупал эту монету по 509 сатоши. Что мы имеем теперь? Для того, чтобы узнать среднюю цену за нашу монету, нам необходимо сложить все суммы наших покупок, а это каждый раз было по миллиону сатоши, то есть 3 миллиона сатоши и разделить их на количество существующих у нас монет. И это полторы тысячи плюс полторы, плюс две, пять тысяч. Делим на пять тысяч. И видим, что наша средняя цена это 600 сатоши. Как видите, это уже не 700, это не 684. Что это значит? Это значит, что когда цена дойдет до шести сотен, я уже буду в нуле. И когда она вернется к 700, я уже буду иметь плюсом около пятнадцати процентов. Вот что такое усреднение. Усреднение это отличная альтернатива стоп-лоссом, но увлекаться ими тоже не стоит. Поэтому будьте осторожны. Ну что ж, на сегодня все. К сожалению, выпуск подходит к концу. Не забывайте отписывать свое мнение в комментариях. Напишите, пожалуйста, в какую монетку мы можем рискнуть и зайти из тех, которые я предложил. На дне. Ну или, может быть, какие-то свои. Но эту стратегию хочется все-таки протестировать еще разочек другой. Мне кажется, у нее есть неплохой потенциал. До новых встреч. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ребят, я думаю, многие из вас, кто посмотрел это видео сейчас в небольшом недоумении, по крайней мере те, кто внимательно следит за курсом, думаете, о каких 6800 идет речь. Да, мы это видео записали буквально за два часа до импульса биткоина. Так что же все-таки произошло за этот короткий промежуток времени с биткоином? Биткоин и правда преодолел две вершины, о которых я говорил ранее и показывает нам некий восходящий тренд. Что было бы хорошо увидеть сейчас? В принципе, для того, чтобы это был рост здоровый, нужно, чтобы он закрепился над этим уровнем. Закрепиться – это значит сделать небольшой откат назад. Таким откатом хорошо послужит уровень поддержки нам где-то в районе 7000, чуть-чуть ниже, там до 6800. Все тех же. Почему? Есть такое хорошее мнение, с которым я солидарен, что многие игроки рынка, которые ставили на падение, играли на понижение, захотят закрыться в безубыток на этих уровнях и сами же создадут хорошую подушку для поддержки. И кстати, как вы могли заметить, в последнее время я много внимания уделяю индикаторам EMA, скользящим линиям. Вот у меня четыре цветные линии на экране. Вот где не включаются внизу, видите, подсвечено желтым. А настройки на самом экране графика, есть шестеренка, вы нажимаете на нее и здесь есть настройки каждой линии отдельно. Я их не менял, единственное, что у меня отключена вторая, на которой выставлена чувствительность 10. Значение – это чувствительность линий относительно графика. 5 – это самая чувствительная, желтая – 120 – это самая жесткая. Так вот, эти линии для игроков рынка служат линиями сопротивления, поддержки – это некие психологические уровни. И сейчас мы уперлись снова в один из них – желтый, жесткий. И это сильный уровень, который, если мы пробьем и закрепимся выше над ним, то будет значить, что, скорее всего, у нас будет некий намек на восходящий глобальный тренд. Вот посмотрите на примере Stellar, как это выглядит. Вот у нас были скользящие, график спустился под них и в итоге пробил желтую линию. Вот он, смотрите, я приближаю даже. Вот он над ней закрепился, сделал здоровый откат и после нее оттолкнулся и полетел вверх. Вот такая же ситуация меня устроит в случае с биткоином. И еще одна маленькая деталь, о которой я говорил в выпуске, который вы уже просмотрели – это Binance Coin. Binance Coin как раз также опустился на линию 120, на которой я его жду и на которой я буду его покупать. Почему он опустился? Понятно, относительно биткоина он просто не успевает добирать свою цену в долларе. Хотя в долларе мы видим, что он тоже неплохо подскочил. Так что по Binance мое мнение также остается прежним. Я его ловлю здесь на желтой 120 скользящей и поставлю ордер еще вот здесь, в районе 140 тысяч Сатоши, если вдруг биткоин полетит еще резче вверх. А теперь точно пришла пора, закончить выпуск. До новых встреч. Пока. Программа выходит при поддержке Академии молодых трейдеров «Азиатские киты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова